Ну что, давайте будем молиться. Сегодняшняя тема и хорошая, и важная, и нужная. И дай Бог, чтобы мы поняли эту тему, потому что если мы поймем эту тему сегодня, не только наша семейная жизнь, но станет нам отлично. Вообще наша жизнь станет нам отлично. Отец, мы благодарны Тебя за эту семейную школу. Спасибо, что Ты сам ведешь эту школу, Господь. Спасибо, что мы не будем погибать, потому что у нас будет достаточно знаний. Господи, я смираюсь перед Тобой, Господи, потому что именно Ты знаешь все. И я беру от Тебя и делюсь с моими братьями и сестрами. И прошу Тебя благодать, благодать, передать это Слово, Господи. И станет благословением для каждого человека во имя Иисуса Христа. И все сказали «Аминь и я». Слава Богу. Так, у нас тема хорошая, интересная. И она такая. Финансы в семье. Финансы в семье. Финансы включают деньги. Финансы включают драгоценности. Финансы включают материальные собственности. Хорошо, все то, что можно продать. Все то, что имеет определенные ценности. Все то, что можно выражать в денежных выражениях, это есть финансы. И мы о них будем говорить сегодня. Вы понимаете, я понимаю, что нет жизни без денег. Никто не может жить по на сцене в этой земле, в этой жизни и не иметь отношения к деньгам. Если провести исследование, вы увидите, что одна из часто обсуждаемых реч, человеческие, каждый день всегда связана с деньгами. И деньги всегда вызывают интересы у людей. Наличие денег или отсутствие денег. И сам Иисус в одном из его учений, он говорит, что невозможно служить Богу и деньгам. Интересно, что он не говорит о других вещах. Но он говорит, невозможно служить Богу и деньгам. И таким образом он сравнивает Бога с деньгами и как-то ставит их чуть не на одном уровне. И что это нам говорит? Это нам говорит о том, что у нас должно быть правильное, железное отношение к деньгам. Второе, что это нам говорит, что если у нас этого не будет, у нас постоянно будет проблема с Богом. И если у нас будет проблема с Богом, значит у нас будет проблема с жизнью. Какая основная проблема связана с деньгами, пивая в семье? Не отсутствие, к сожалению, кто-то мне помогает. Не отсутствие денег, но это несогласие в их распределении. Несогласие в их распределении. Деньги фактически можно всегда заработать. Если приобрести основные законы жизни, основные законы денег, можно всегда заработать деньги. В любом обществе всегда есть возможность заработать деньги. Если нету, конечно, стихии бествия. Когда все нормально, когда все более-менее нормально. Даже скажите мне, в Украине сегодня или в Киеве, мы живем с вами в Киеве, да? А мы в Киеве? Скажите, пожалуйста, можно заработать деньги в Киеве сегодня или вообще все тюго? Мы-то зарабатываем. У нас есть основная работа. Также можно подрабатывать. Было бы только желание. В основном, в основном можно заработать. Если человек хочет, можно заработать. Поэтому основная проблема – это то, что это не отсутствие денег. Но основная проблема – это несогласие в их распределении. И в дальнейшем мы поймем, почему оно так. Далее я хочу сказать, что бывают тоже две основные проблемы по отношению к деньгам. Тут уже все равно женатый человек, не женатый, замужный человек, не замужный. Есть вот такое, как два врожденные проблемы к деньгам. Первый – это праздное отношение к деньгам. Когда человек любит все красиво, когда человек любит все последнее, когда человек особо себе отчет не дает, он просто склонен к тратить, чтобы тратить. Да, он получает от удовольствия, когда он тратит. Ему нужно булочки, он покупает, ему нужно это все. Это жизнь для него. А когда денег не хватает, это какая-то проблема для него. Ну как? И он такие речи об экономике, экономии денег, бюджет. Такие слова не существуют и не могут быть в жизни этих людей. Что за бюджет? Что за бюджет? Бюджет – ограничение. Какая граница? Хочется? Ну что такое? Есть такие люди. И эти люди, конечно, у них всегда есть желание обогатиться, потому что надо обслуживать это желание. Надо обслуживать это желание, но не жить в границе, не жить в бюджете и делать, когда хочется. И всегда есть желание обогатиться, лишь чтобы обеспечить уровень, который они поддерживают. Это проблема. А также есть другая проблема в отношении к деньгам. Это то, что мы называем сверхмерой, скупой, скупой. Скупой. Да, это сверхмеры. Это тоже вторая крайность. Если первая крайность, это вообще законе не существует, он не считает, у него есть денег, получает, и все равно, сколько он получает, получает тысячи, получает 2, получает 3. Как только деньги попадаются в руках, их надо тратить. Надо, ну, обязательно надо что-то делать. Планировать как таково не существует и не надо. А вторая крайность, это, ну, да, просто скупой человек. И даже не зря сказал, что даже это планирование. Он просто не любит тратить деньги. Вы поняли, да? Просто жарко опускать деньги. Просто, больно просто, когда тратится деньги. И эти люди, они склонны к тому, чтобы больше получать. У меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег. Надо что-то делать. Кто сколько может давать? А у меня нет. То есть, образ такого бедного, а на самом деле, деньги есть. Деньги есть, больше чем второй человек, который, ну, дает. Я не говорю тот, ну, крайний человек, ну, крайность. Вы поняли, да? То есть, человек, который страдает от второй болезни. Оля, пожалуйста, идите сюда. Вы, Оля, пожалуйста. Человек, который попадает во второй спонус, скажем, два человека, да, Оля. И нужно что-то делать, да. Ну, нужно броситься или что-то такое. Или нужно покупать билет на Новый год или 300-500 гривен. Ну, все эти темы. А у меня нет. Откуда? Сцены 500 гривен. Ну, у меня нет. А второй, говорю, ну, ничего, будем листать, будем это делать. Или, ну, что-то надо броситься. Оля дает 20 гривен. А это, ну, нет, я, ну, если получится, я принесу. Но на самом деле, если свести баланс, у меня может быть 10 тысяч гривен, которые я где-то спрятаю, что даже Иисус Христос не найдет. А у нее, может быть, баланс тысяч гривен. Но она, ну, нормально относится к жизни. Она не трансжил, как мы говорим. Да, трансжил. Да. Она, ну, не то, что без головы, это самое. Ну, живет в Арканах, а у этого никогда денег нет. Вот, образ бедного человека, вот, он просто беден. Вот. Речь о деньгах, это просто больной вопрос. Там сразу бросается агрессивно. Почему? Нужно платить. Флеб дорожает, транспорт. Но по шее, куда смотрит президент? И это та же самая проблема, как человек первой крайности. Деньги – это вопрос, который мы должны решать раз и навсегда. Мы должны с вами стараться, и мы должны с вами работать, чтобы не попали ни в какой крайности жизни. Деньги – это наши слуги. Нужно, как ангелы, служебные духи, так же и деньги – слуги наши. И если мы искренне верующие люди, мы должны работать над собой, чтобы деньги не управляли нами. Кто-то скажет, как же, как это возможно? Куда не смотри деньги? Идешь в больницу – деньги, в школе – деньги, и воду же в машину не наливай, не нальешь, да? Воды не нальешь, там надо обязательно бензин и так далее. Я вам говорю правду тоже. Если мы с вами верующие люди, мы должны взять власть, мы должны взять контроль над этим предметом, который называется деньги. И мы должны вернуться к нашему положению. К положению владещества. К положению владещества. Ни деньги указывают нам, как быть. Ни деньги определяют наши судьбы. Мы сначала определяем нашу судьбу, и мы притягиваем деньги. Допустим, когда ты говоришь людям, что что-то нужно делать. Если человек неграмотный, если человек неразвитим, первый вопрос у него будет деньги. Откуда найти деньги? Но если человек развитый, и если человек не позволяет, чтобы деньги контролировать ему, он сначала разрабатывать власть потерь. Он сначала все-все делает, а деньги приходят как седьмой пункт. И второй пункт. Почему? Потому что если деньги – это первый пункт, у тебя большая вероятность, что ты не будешь успешен. Например, если нужно открывать церковь. Если для тебя первый пункт – это деньги, чтобы снимать аренду, купить музыкальную аппаратуру. Если это первый, то, скажем, Бог призывает вас начинать церковь. Если первый вопрос, который у вас к Богу – это деньги, чтобы снимать здание, и деньги, чтобы покупать музыкальную аппаратуру, тошно. У вас – вы плохой пастор. Потому что это не самое главное. Самое главное для вас – где найти людей, как их утверждать. Потому что если вы сможете найти людей, если вы сможете их утверждать, что будет с деньгами? С самым другом. И деньги уже не будут ваши головные боли. Уже ваша команда вместе с вами будет заниматься этим вопросом с вами. Поэтому, чтобы деньги не доминировали нас, деньги не должны быть первым вопросом в нашей жизни. У нас должна быть цель. У нас должна быть план. мы должны видеть все, как мы будем. А потом только деньги приходят, и тогда хорошо ложка к обеду. Деньги не должны стать нашими богами. Павел говорит, что я имею в виду без обилия, и я имею в виду недостатки. Каждый из нас здесь, мы должны быть в состоянии то же самое и говорить по отношению к деньгам. Каждый из нас должен быть в состоянии заявлять, я могу жить, когда много денег, я знаю, что с ними делать. И я так же могу жить, когда немного денег. Потому что не деньги первичные для меня. Есть много еще других ценностей, которые важнее, деньги в моей жизни. И благодаря этим ценностям у меня всегда будут деньги. У меня всегда будут деньги. Человек, который господствует над деньгами, может так сказать, у меня всегда будут деньги. Во-первых, я могу их заработать. Зарабатывать. А во-вторых, у меня есть бог. Когда я уже не могу заработать, я могу призывать их, называя несуществующим, как существующим. Скажите, мы же служим тому же самому богу, который кормил детей израилевых апустинных. Скажите, мы служим тому же богу или другому? Мы с вами служим тому же богу, который кормил пять тысяч людей, с двух либ и пятью хлебами. Скажите, тоже самые линии? Да, тоже. Мы здоровы, мы можем думать, мы можем зарабатывать деньги. Это раз. Это у меня всегда будет деньги. Это должен быть ваш настрой. У меня всегда будут деньги. Потому что деньги для меня – это не проблема. И деньги для меня никогда не будут проблемами. Это просто должно быть утверждение жизни. Не я бегаю за деньгами. Деньги за мной. Просто нужно такое сильное убеждение. Сынное – это ты занимаешь твое положение в Боге. И ты занимаешь твое положение в жизни. Бог меня не создал, чтобы я бегал за деньгами. Бог меня создал, чтобы я осуществляю мое предназначение. Он говорит, не заботясь ни о чем. Он говорит, это ищут язычники. Цель для неверующих, в основном, это деньги. И Бог говорит, не заботясь об этом. Это ищут язычники. Это ищут людей, которые не знают Бога. Но вы ищите добро сначала. Ищите, имейте сострадание. И все остальное, что написано? Вы трудитесь, делайте добро, делайте дела царства, делайте дела человеческие. И все остальное приложится. У меня всегда будет денег. Повернись к соседу и скажи, у меня всегда будет денег. Когда я уже не могу их заработать. Тогда я могу приказать, чтобы они были. Когда я уже не в состоянии их заработать. Тогда я могу приказать, я могу молиться. Мы не должны жить по заплатам. Мы не должны мирить себя по заплатам. Мы должны постоянно предоставлять Богу нашу нужду. И всегда позволяли Богу, чтобы Он восполнял нашу нужду. Всегда должно быть место веры в жизни. Если вы зарабатываете столько, сколько вам нужно, у вас жизнь интересна. Вы должны поднимать план. Вы должны создать проблему для себя, чтобы вы могли пережить Божие посещения. Кто-то понимает меня? Обязательно у вас должно быть что-то, пусть это будет нужда служения, которая намного больше, чем вы можете заработать. Для того, чтобы вы могли обратиться к Богу. И чтобы он мог воспонять, чтобы вы пережили это на себе, как Бог силен, как Бог может воспонять нужду невероятными путями. Важный баланс. Библия говорит, человек, кто не работает, не должен кушать. Деньги всегда не будет у ленивого человека. Деньги не всегда будет у неповторного человека. Но если человек любит Бог, если человек любит людей, и если человек любит трудиться, не будет никакого недостатка, ни в каком плане жизни этого человека. Итак, мы уже говорили об этих двух проблемах. Либо слишком тратить деньги, он даже может отдастся отдастся от деньги. Вот эти люди, которые слишком. Им все равно. Они сами зарабатывают, или ни сами не зарабатывают, им все равно. Они найдут эти деньги. Они, история вам, ну, начать, ну, начинают, и у вас, и ваши деньги возьмут тоже. Вы поняли? Они найдут деньги. Это тоже такое, как на кармане. Ему нужно тратить, он найдет. Он найдет. Он найдет. Пока ни на кармане не находят деньги, и пока ни на кармане деньги заработать не могут, на кармане даже у тех собирают деньги. Одна кармана. И найдут. Юх, сильный. Найдут. Потому что человек ищет, потому что человек верь, потому что человек работает. Если нужно украсть, украдет. Если нужно рассказать сказку, расскажет. Вы понимаете? Человек на цели и получает то, что ему надо. Если нужда, сынок хочет сохраниться, найдет. Если надо, придет в цель и ваше кошелек утащится. Все равно, где, когда и во сколько. Это человек в цели. Но плохой пример, что не дошло. Деньги – не проблема. Мы не должны позволить, чтобы это… Это не должно быть тупо для нашей жизни. И тоже мы не должны быть супер, мы никому не даем. Нет, 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 все, не может, не может, не может, всю жизнь не может. Ребенок приходит – не может, муж приходит – не может. Мама прям, я не могу, у меня денег нет, у меня денег нет. На самом деле, кушать не будет. Кто знает, что я правду говорю? Да? Я постоянно буду попросить, чтобы первая категория подняла руку, и чтобы вторая категория подняла руку. Я не буду. Окей? Идем дальше. Первый Тимофей, шестая глава, девятый стих. Практически там написано, что желающие обогатиться попадают в много искушений. И также в притче 11, 24 написано, что есть один, который раздает, и ему прибавляют. А есть другой, который сверхмер сбережит, и у того и ничего нет. Это закон жизни. Если ты сверхмер сбережит, даже то, что ты сохраняешь, оно будет не тебе. Поэтому нужно балансированные отношения к деньгам. Особенно, если мы говорим о семье, если мы говорим о браке. Представьте себе, сколько одиноких, я не имею в виду, я даже не люблю это слово «одинокие», но сколько они женаты, сколько они замужные. Люди имеют проблемы в финансовой части своей жизни. Они не в браке, и там в бадах, в деньгах. Не умеют его править, не знают, что с ним делать. Представьте, когда женятся. Вот отсюда и получается, что одна из частей причин, почему люди разводятся – это деньги. Это просто деньги. Потому что когда он жил один, там порядок не было, там отчетности не было. Когда она жила одна, тоже порядок не было, отчетности не было. Но потом встретились, и стало хуже, кроме других факторов еще. Поэтому серьезно надо относиться к этому вопросу. Потому что брак тоже проверяет нашу аккуратность к деньгам. И показывает, насколько мы порядочны. Серебролюбие мы должны избегать. И мы должны исключать серебролюбие в нашей жизни. Потому что любовь к деньгам – это серебролюбие и это проблема. Бог называет, это большая проблема. 1 Тимофея 6 глава 10 стих. «Ибо корень всех зор есть любовь к деньгам». Либо тот, который его тратит, либо тот, который просто любит его складывать и смотрит, сколько у меня денег, сколько у меня денег. Корень всех зор. Это что? Любовь к деньгам. Либо с этой стороны, либо с этой стороны. Потому что мы должны работать над собой, чтобы у нас не было любовь к деньгам. Чтобы нам никогда не было жад. И, в принципе, мы как бедуши намного легче. Потому что мы постоянно даем 10-ти, мы постоянно даем на разных проектах. И этот тренинг должен быть для нас. Который помогает нам не любить эти деньги. Видите, как бумага. Видите, как что-то, которое все равно. Мы в небо не пойдем с ними. И лучше самому уже распределись, пока живешь. Ты уйдешь. Ты уйдешь, все. Другие люди будут распределись. Копаешь. Капаешь. Сберегаешь. Накапливаешь. 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 В один прекрасный день тебя нет. И другие, которые не понимают, с каким сердцем тебе его надо. Сколько это тебе стоит. Вы понимаете? После папы там остались 5 тысяч. Или после папы, ну, трое детей разделили пополам. И все. И не больше. Итак. Мы с вами должны видеть и использовать свои деньги для выполнения Божьей воли в нашей жизни, в нашей семье. Деньги, которые Бог дает нам индивидуально. Или деньги, которые Бог дает нам в семье. Вы же понимаете, что в семье, что это значит? Все то, что приходит через мужа, и все то, что приходит через жену, это в семье. В семье уже нету мои деньги и твои деньги. Это тяжело поглотить, но надо глотить и глотать несколько раз. Задать. 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 Раз ты женился, ты вышла замуж, уже нет моей деньги. Это уже наши деньги. Это трудно. Вначале очень трудно. Почему трудно? Потому что ты бы хотел использовать твои деньги совершенно по-другому. Почему трудно? Потому что тот, как другой человек будет использовать твои деньги, тебе никогда не будет удовлетворять. Тебя никогда не может удовлетворять. Не может. Потому что ты бы совершенно по-другому. А тут будет не по-твоему. Будет не по-его. Нет свободы. Получается. Когда человек не понимает, что там нет свободы. Не-не-не, я хочу самому. Хочу самому, сколько я зарабатываю. Сам. Сама. Тут не будет. Ну, если построить семью нормально, не будет. И постоянно надо согласовываться. То есть, жить по бюджету и согласовывать какие-то вещи. И не имеет значения. Это только ты зарабатываешь в семье. Или ты больше него, или ты больше неё. То есть, благословение приходит в семью. Это может быть через мужа, это может быть через жену. Добро пожаловать в семейную школу. Райский климат в семье. Мы должны рассматривать возможность иметь деньги. возможно заработать деньги. Мы должны это рассматривать, как великие привилегия. Невероятная ответственность перед Богом. Потому что, когда ты имеешь деньги, на тебя же лежит ответственность управлять. Потому что Бог с тебя спросит. Что ты делаешь с этими людьми? То есть, деньги это инструмент, через который Бог проверяет нас. И помните притчи о талантах. Кому-то один, кому-то два, кому-то пять. То есть, через эти таланты Бог проверяет этих людей. И немало сегодня Бог проверяет нас через деньги. Бог проверяет наши отношения друг к другу. Бог проверяет наши отношения к жизни через деньги. Будет ли мы спорить из-за денег? Будем ли мы расстаться из-за денег? Библия даже говорит, лучше остаться обиженными. Тебе деньги нужны? Пожалуйста. Человек, который отдает, намного богаче, чем тот, который забирает. Библия говорит, блажение давать, неужели помещать? Это высшая школа семьи. Работать с деньгами. Находить общность в денежных вопросах. Служить деньгами в радости. Служить деньгами в согласии. Не стараться, чтобы... У женщины обычно бывает, что муж должен заработать. Муж должен полностью не задерживать. Мне все равно, откуда он его находит. Он должен приносить деньги дома, домой. Нет. Бог может благословить семью и через жену, и через мужа. Но должна быть склонность отдать. Отдать. Когда ты даешь деньги, ты даешь часть в твоей жизни. Ну почему, когда мужчины влюбленные, они много тратят. Потому что это их, ну, выражение. Вот. Это так они пытаются сказать, что я люблю тебя, и я отдаю тебе мою жизнь. Потому что я иду на работу, да, я отдаю время, я отдаю жизнь. За это мне даю какие-то деньги. Вот. Мне дали. Вот. Я отдаю тебе. Я отдаю тебе мою жизнь. Я даю тебе, ну, все. Самое, ну, сокровенное. Вот. Все. 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 То, что равно моей жизни. Я тебе принесу. Опять. Но мы, как женщины Божьи, мы должны занять позиции, что мы только забираем. И еще мы говорим, это мало. У вас все Божьи. Все деньги Божьи. Аминь? Да. Все деньги мира всего. Все деньги. Все, у кого есть деньги. И сложить все деньги этого мира вместе, они все равно Божьи. И в любое время может прийти за них. Деньги не наши. Никогда не были наши, и никогда не будут наши. Это должно быть наше понимание по жизни. Это не мои. Деньги. Я домоуправитель. Я слуга. Мне доверены эти деньги. И я должна его использовать на добро. Я должна его использовать на благословение. Я должна его использовать на примирение. Наши деньги. Я должна его использовать на землю. Яinylondроган находился на землю. Я найду, я найду. Я 뿌�ила опасность. Я нужна эта lab stream. Первый. Деньги, это просто, ну, сначала его вообще не было. Были разные предметы. Потом придумали деньги. И потом уже сказали в последнее время, и деньги не будут. Вы понимаете? Вы важнее. Ваша жена важнее денег. Ваш муж важнее денег. И вы должны принимать решение, и дать друг другу обету. Деньги никогда между нами не станет. Если мы слишком будем спорить, значит, мы берем эти деньги, относим к церковь. Все. И тогда мы быстренько, быстро помиримся, потому что это еще хуже бывает. Я уже вам сказала, деньги влияют на все сферы нашей жизни. Отношение к деньгам много говорит о нашем отношении к жизни, в общем. Решение о расходах, сбережении, распределении, вложении и многих других похожих вопросов что вырабатывается годами. Никто не рождается готовыми. Типа, все, я приехал, я знаю, как относиться к деньгам. Нет. Это школа. Это школа жизни. Это школа, которую мы должны пройти. Потом, школа, которую мы должны пройти своим опытом. У нас уже будет интерес к тому, чтобы мы были финансовыми, грамотными. Это очень-очень важно. Поэтому мы сейчас уже не открыты к тому, чтобы мы учили. И нельзя жениться. Нельзя выйти замуж, не поговорив о финансовой политике вашей будущей семьи. Мы уже пошли в подобные темы, когда мы говорили о некоторых вещах, которые неудобны. Парень не говорит, не говорят об этом. И когда мы делали домашнюю работу, очень много людей написали, там неудобно задавать вопросы, сколько он зарабатывает. Ну, вот, да, щепетенье вопрос. Но страшно просто выйти замуж за человека, и ты не знаешь, сколько он зарабатывает. Это бы, ну, чем будете заниматься там? Нельзя жениться, не знать. Если человек не может тебе открыть карту, если человек не может сказать, тогда о чем вы будете говорить в семье? Потому надо быть открытымым в вопросах о деньгах. Потому что деньги – это очень близко к сердцу человека, деньги очень близко, ну, равно жизни человеку, поэтому надо быть очень открытым. Мы должны научиться, как обращаться с деньгами. Мы должны научиться, как устанавливать приоритеты. Потому что невозможно работать с деньгами, если у нас нет приоритетов. Почему? Потому что есть очень много вещей, которые, ну, зовут нас. Есть очень много вещей, которые привлекают наше внимание. Есть очень много вещей, которые говорят, я нужна, я важна. Мне сначала, знаете, все просто, я, я, хлеб, колбаса, сахар, масло, транспорт, там, шарфовка, там, десятин. Все кричат. Я, знаете, когда ты хочешь кому-то, а, мне, знаете, дети, да, картина такая. Мне, а мне, а мне, а мне, а мне, всю жизнь мне, 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 мне. А мне, а мне, тысячи. Поэтому приоритеты должны быть. У нас уже, что номер один. Кого мы отвечаем первым? Кого мы вообще не отвечаем? И кого мы отвечаем, когда были возможности? Управление деньгами говорит о том, что ты знаешь твои приоритеты. Ты знаешь первый момент, второй, третий и четвертый. И ты дисциплинируешь себя в этом плане. Нам нужно научиться не подвергаться влиянию, давлению культуры и друзей. Если мы хотим правильно обращаться к деньгам, мы должны научиться не подвергаться и влиянию, и давлению. Мы должны научиться вести бушет. И мы должны быть сильны в Божьем сгаде о финансах. Наташа, я, наверное, попрошу вас прийти и прощать нам вот эту историю. Слушайте внимательно, пожалуйста. Финансовое приключение. Руслана и Лена. Руслан и Лена столкнулись с финансовыми трудностями молодоженов. Каждый день по дороге домой с работы они проезжали мимо блестящего рекламного счета. На нем был изображен красивый дом с вызывающей надписью «Ваша семья заслуживает лучшего». Множество их друзей построили себе дома в новых районах Киева. К тому же на рынке недвижимости были неплохие предложения. Казалось, пришло время купить новый дом. Их друзья подливали масло в огонь такими комментариями. «Слушай, это так здорово выбраться из нашей старой квартиры. Как вам удается жить в такой малюсенькой квартире?» Лена постоянно говорила Руслану. «Было бы так прекрасно иметь наше собственное жилье». Однажды Руслану и Лене нужно было забрать свои свадебные фотографии из фотосалона. И вот вечером того же дня пара направилась в студию, чтобы забрать фотографии. Фотографии выглядели прекрасно и принесли много чудесных воспоминаний того свадебного дня. Но увидев счет за услуги фотографа, Руслан был потрясен. Он вспомнил другие долги, висевшие на них со дня свадьбы и медового месяца в Турции. Гостиницы, перелеты, рестораны, подарки. Но Руслан ничего не сказал об этом Ленин. Он не хотел испортить чудесный момент. Тем временем Лена чувствовала другое давление. Близился Новый год. Ее семья собиралась прийти к ним в гости. Поскольку Лена любила принимать гостей, она хотела быть уверенной, что их дом будет в полном порядке. «Было бы прекрасно», размышляла она, «если бы у нас дома был весь посудный сервиз». «Руслан, мы можем купить посудный сервиз?» «Всего за 300 гривен». «Это позволило бы нам принимать гостей намного чаще». Руслан опять подумал о счетах, не рассказанных Ленин, но согласился потратить деньги. Через месяц Руслан почувствовал, как финансы быстро улетучиваются. Долги все росли и росли, подпираемые покупками мебели и одежды. «Лена, мы должны постараться подтянуть бюджет», говорил Руслан. Через пару месяцев они перестали следить за затратами и в конце концов отложили запись бюджета в сторону. «Это слишком нудно», простонал Руслан. Однажды Руслан и Лена решили отправиться на экскурсию по новым, застраиваемым современными домами районам. Вместе с агентом по недвижимости они объехали несколько районов и были сильно впечатлены домами, выставленными на продажу. Этот район был прекрасным местом для покупки дома. Агент упомянул, что дома продавались по специальной низкой цене, но только в этот день. Агент также сказал, что может им устроить ипотечный кредит по низкой ставке. Руслан и Лена посовещались несколько минут и решили, мы как-нибудь справимся. Кроме того, если нам придется продать дом позже, у нас будет прибыль. Мы должны рискнуть. Тогда они объявили агенту, мы берем. «Прекрасно», – ответил тот. «Вы не пожалеете». Следующие пять месяцев они начали все больше и больше ссориться по поводу денег. Лена была уверена, что Руслан тратил слишком много денег на фривольные покупки для себя. В гневе он передал ответственность за финансы Лени. «Если ты такая умная, заботься о читах сама». Затем появилась отличная возможность. Руслану предложили продвижение по работе. Зарплата была намного выше, но это означало, что работать он будет так же больше. Закладная на дом давила на них. Но так как они оба работали, то справлялись и даже могли ужинать вне дома пару раз в неделю. Однажды Лена задала Руслану вопрос, который мог изменить их жизнь навсегда. «Руслан, как ты думаешь, нам выкрасить новую кроватку в розовый цвет или голубой?» Они отпраздновали новость о беременности в их любимом кафе и сходили на поздний сеанс в кино. Но по дороге домой Руслан думал о маленьком мальчике, который в один прекрасный день будет играть с ним в гольф. А Лена представляла маленькую девочку, играющую с куклами и развивающую чай. Но их обоих беспокоил один и тот же вопрос. Как мы все потянем, когда Лена перестанет работать? Я хочу попросить два-три человека выйти и сказать нам, какие ошибки совершили вот эти молодожены. какие ошибки по отношению к финансам? Пожалуйста. Ну, во-первых, из того, что как бы прочитала сестра, я вот слышал то, что здесь было неправильное распределение финансов, поставлено в том плане, что они как бы клюнули на то, что сказал риэлтор, что в этот момент какая-то есть скидка, и что они могут взять вот этот кредит под залог своей недвижимости. Тут они просто просчитали в том плане, что они не почитали Библию, просто не знали о том, что они становятся рабами взаимодавцев. Вот это один момент. И второй момент, у них не было взаимопонимания того, что муж не сказал правду ей, что в этот момент, что у них идут минусы, пути того, как они пробыли... То есть неправда, опять-таки, сыграла свою роль здесь, что они поехали отдыхать, шиканули и пришли минусы. И муж об этом не сказал. Это два момента. Я заметила такой момент, что вот они куда-то пошли, и когда жена сказала, что она ждет ребенка, они сразу же отпраздновали, зашли в кафе и потом еще пошли в кино. Если есть долги, то нужно как-то себя немножко приструнить и постараться их погасить, а потом уже планировать какие-то мероприятия. Развлечения. Да. И потом еще, вы знаете, я не знаю, но когда мы одалживаем, мы как бы сами себя вводим в рамки, где будет неудобно даже голову подрывать. Но перетерпите, попросите Бога, Он даст прекрасное жилье. Но когда мы, говорится, в мечтах, вот как дети мамы, вот хочу и все. Потом будем плакать, потом будем стараться, но это будет очень-очень сложно. Спасибо. И так мы видим, что Бог хочет, чтобы мы брали ответственность за наши финансы. Бог хочет, чтобы мы, ну, жили, чтобы Бог прославился. Потому что все покупки, которые в Услане, Лена сделали, там вообще нету цели царства. Это основная ошибка. Там ничего для царства не было. Просто потому что все знакомые уже перебрались в новый район, мама приедет на Новый год, им сказали скидки, и ты, ну, то есть люди неграмотные. Надо быть более осторожны, когда вам предлагают скидку, чем когда вам не предлагают скидку. Человек, который предлагает скидку, он что-то уже рассчитал. Часто бывает, покупаешь одну пару обуви, вторую за подсцены, или что-то бесплатное. И люди только в эту сторону смотрят. А тебе задают вопрос, а почему? А почему месяц назад не продают? Сколько это мне будет стоить? И получается, ты покупаешь то, что тебе не нужно, и люди, которые делают скидку, они получают свои расчеты, ну, как они думали, они получают, а ты еще звонишь подругу, представь. Я рада. Никогда не знаю. Дайте мне благословить подругу. Нет. У нас мира не будет, согласия не будет. Если мы не поймем, что все то, что у нас есть, и все то, что у нас нет, это Боже, и мы должны строить нашу финансовую политику так, чтобы Бог прославился. Не чтобы мы удовлетворялись, но чтобы Бог прославился. И так же мы не должны, мы не должны спешить получить то, что мы еще не заработали. То есть надо уметь жить по средствам. Потому что то жилье, которое у них было, кто-то был ради иметь это жилье. Поэтому нам надо иметь дух, благодарность Богу и начинать по-другому смотреть на то, что у нас есть. Обычно мужчины хотят новую машину. И как только хотят новую машину, существующую машину уже, ну, хуже дьявола. Уже там ходовой не такой, уже ржавеет, уже, ну, понимаете, уже неинтересно. А кто-то будет счастлив, просто забрал эту машину. Трезво надо смотреть на жизнь, чтобы мы не попали и финансовые навыки, чтобы наши деньги не стали служить дьяволу в то время, когда мы должны служить Богу. Первый параллель кумену, 29-й, 29-я глава, 11-й стих написано, Твое Господь величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господь, царство, и Ты превыше всего, как владеществующий. 12-й стих, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владеществуешь над всем, и в руке Твоя сила, и могущество, и во власти Твоей возличить и укрепить все. 14-й стих, ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так же плавать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебя. 16-й стих, Господи Божий наш, все это множество, которые приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Это еще раз подтверждает тот факт, что мы должны дисциплинировать себе, мы должны тренировать себе, чтобы никогда не считали, что наши деньги наши. Никогда, скажи, не допустим, это мое, нет, это доверенное Божие. И мы должны позволять Богу подсказать нам, как располагаться. И если перед ответственными покупками мы задавали Богу вопросы, может быть, у нас были меньше проблемы. Но давайте сегодня примем решение, все Твое. Бог можно, Бог, ты за. Пожалуйста, пишите первые домашние задания. Согласно Салом 23 глава, первый стих, ну, и так далее. Салом 23, и первый параллель по мейнам 29, с 11 по 16 стих. Как эти местописания должны влиять на ваш взгляд на финансы? Как эти местописания и подобные местописания должны влиять на ваш взгляд о финансе? Второй домашний вопрос. Надо выбрать истинно или ложь и доказать свой ответ. Я Богу даю 10% моего дохода и тратить основной 90% так, как хочу. Скажите это истина? Скажите это ложь? Если вы выберете истина, докажите почему это истина? Потому что Бог говорит десятину вроде ада десятину пусть она станет от нас. Десятина да? Да. Пусть она станет. Если вы считаете что это ложь, то докажите свой ответ. Все, мы продолжаем нашу тему мы должны быть верными в финансах. Бог испытывает нас в финансах потому что он тоже хочет чтобы мы испытали его финансы. Бог владел мы управляем только его ресурсами. И вопрос который мы должны постоянно задавать себя как мои финансы могут служить Богу? Как мои финансы как мои собственности как мои материальные собственности могут служить Богу? Мы должны задавать себе вопрос чтобы все что у нас есть если это дом если это хватило чтобы служило Богу? это машина чтобы служило Богу? все то что у нас есть мы должны задавать себе вопрос и думать и думать чтобы показать чтобы доказать Богу что это твое Боже это не мое это твое ты даешь мне позово и когда я даю другим позово это доказывает что я действительно понимаю это но несмотря на то что Бог владеет всем Он также воспоминяет наши нужды мы уже говорили об этом Матвей 6 глава говорили ищите прежде всего Садство Божие и до того Иисус говорит посмотрите на лилии посмотрите на птицы небесные но они не сеют они не потеют так написано что ни о чем они просто есть типа я пришел просто потому что есть бог заботится о вас если бог заботится о святых которые сегодня есть завтра не будет тогда тем более он будет заботиться о вас поэтому не присвоите себя доверенной вам богу нет не говорите это моё нет это не моё это его когда мы забываем что он восприним наши мужики мы тогда начинаем присвоено пока что апа тюрьм тюрьму а где бог а где бог он добиряйся тюрьму как верши человек никогда мы даже не имеем права это даже островить тюрьм а а как а а а а а а а а и если мы понимаем он еще поэтому и на следующей неделе мы будем говорить о бюджете и вы увидите что когда мы будем составлять бюджете касаться все сферы вы увидите что мало у кого получается так что то что он зарабатывает достаточно но и хорошо для этого и у нас есть для того чтобы мы могли работать над собой для того чтобы мы могли искать пути как можно больше зарабатывать но самое главное для того чтобы мы научились доверять Богу даже если ты много сегодня зарабатывал у нас у тебя нету гарантии что так всегда будет но у тебя гарантия что Бог всегда будет мы больше поговорим об этом в следующий раз следующее что мы должны знать и кстати когда мы говорили о Руслане и Лею мы не говорили об этом мы должны научиться жить на средства который Бог обеспечивает нас нам должно быть легко жить без долгов скажите легко жить без долгов нам должно быть легко жить без долгов должна работать над собой легко жить без долгов работа освободиться от долгов молиться и так богу слова что мы больше не будем больше никогда не будем баловаться с долга любое решение каждое решение относительно финансов является духовным решением любой каждое решение относительно финансов является духовным решением если он является духовным решением тогда а мы задаем себе вопрос это на добру это на благо человечества это просто для меня для моего для моего антира анти и миш любовь каждое решение о деньгах это является духовной причиной какие решения мы принимаем как мы распоряжаем нашими деньгами является хорошим показателем нашей духовной жизни это знание это понимание должен влиять на то как мы вспомнируем как мы поддерживаем наши действительности в рамки джеки бог всегда ставит границы мы не можем не ставить границы особенно если деньги идет если речь идет о деньгах которые улетущие деньги очень быстро могут уходить потому как раз их надо ставить жесткой формы жесткой границы деньги не любят слушаться поэтому надо помочь им слушаться эти знания тоже влиять на стоимость свадьбы и медового месяца не свадьба и медового месяца не свадьба и медовый месяц главный но брак жизнь после свадьбы и медового месяца главный многие делают большой акцент на свадьбу как же многие делать ну обязательно как как можно не поехать на свадьбе путешествие ну как это как это ну как же можно пожениться и никуда не поехать можно 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 нет нет возможности лучше жить хорошо зачем проехать в турцию возвращаться лучше остаться в украине жить хорошо хорошо смирно вы понимаете да потому что иногда люди там ну свадьба начинается ну ну шаришут я не против свадьбы ну свадьбы я за сейчас даже если вы не знаете кто будет муж вот начните жить пусть у вас будет статья свадьба представьте если ну 18 лет уже у тебя будет статья свадьба и ты видишь 25 представь за 7 лет сколько можно обжить давайте будем жить на заработанные на накопленные средства а не потом я отдам потом я отдам это очень сложно это тебя дашь если ты не умрешь и это тебя дашь если там тот человек уже не умрет даже смотри кто первый уйдет если пойти на такие джеки если пойти на такие крайности тогда лучше чтобы это было для царства чтобы Бог мог защищать но самое лучшее это чтобы мы верили работаем и жить совершенно без долгов это должно влиять на стиль жизни который мы будем вести после свадьбы все так делают все так живут это не агумент потому что все не возьмут ваши проблемы на себя я ответственна за свою жизнь это также должен влиять на то как мы даем деньги на Божью работе мы должны избегать долги если деньги когда вы зарабатываете недостаточно молитесь и ставь другие работе и ставь подработку надо воевать с долгами это также должен влиять на то как мы относимся к покупкам как мы относимся к покупкам чем меньше у вас деньги тем строже вы должны жить покушать это дисциплина это дисциплина который потом благословить вас пока вы не ступили в брак возьмите на себе ответственность за единство в финансах уже каждый пара неоднократно достичь единство финансов это не очень легко это легко только люди которые полностью органы это легко для людей у кого нет эгоизма вы понимаете что эгоизма это номер один в жизни каждого из нас вы возьмите на себе ответственность я буду работать на единство в этом вопросе деньги наши я уже говорю об этом важно быть открытым и честный в финансовых вопросах не надо срывать не надо спрятать не надо лезть в долг без ведема жени потому что когда проблемы придут это уже будет проблема всех не таить доходы расходы активы нужно вместе формировать больше и придерживать его и принимать важные финансовые решения вместе нужно установить финансовые цели вместе заканчивая сегодня у нас будет вторая часть цель заканчивая сегодня очень важно чтобы мы знали что сами деньги они не цель деньги не сама цель но они есть инструмент для достижения божьей цели и планов в нашей жизни основные основная проблема это не количество но это отношение к деньгам если у нас будет правильное отношение к деньгам много вопросов у нас уйдет без проблем и как я говорила в начале я сейчас этим заканчиваю что совместно управление денег может стать самой большой проверка вашего единства в браке совместное управление денег может стать самой большой проверка Добавляя разные дела в браке, но совместное управление денег может стать самой головной больной, самой большой проекта вашего единства в браке. Домашнее задание. Кто помнит домашнее задание, которое я вам давала? И подобное местоописание, как они должны влиять на ваш взгляд, на материальную собственность, на финансы в семье. И второй, я даю Богу 10%, то есть 10% и тратить остальное так, как я хочу. Это так или нет? Если это так, докажите. Если это не так же, докажите. И третье домашнее задание. Вам надо читать книгу. Это очень маленькая книга «Благополучный брак». Это труд. И написать 10 проблем, которые могут возникать в семьи на почве денег. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...